Нельзя целоваться с другими мальчиками, что даже его родная мать, с которой он жил в одном доме, даже не знала, что под гаражом есть такой бункер, в котором живут живые люди. Всем большой-большой приветик, добрый вечер, здравствуйте, добро пожаловать на канал АСМРТОВ1. Вот и настал момент, когда я снова снимаю болталочку, часть вторую, пускай это будет называться так. Перемываем косточки звездом, вот, купила снова журнальчик, честно скажу, даже не открывала его, просто увидела, вспомнила, что вы просили еще видео с журналом и решила снять еще такое видео с близким, близким, близким шепотом. Вот, так же у меня здесь блеск для губ, имеется жвачка и кисточка. Еще у меня только что сломалась моя кольцевая лампа, которая и так была заклеена. Представляете, как обидно, я хотела наклонить само кольцо вниз, чтобы снять это видео. И оно треснуло именно в том месте, где оно было заклеено. Не знаю, теперь смогу ли я его починить, вернее, ее починить. Смотрите, какой тинт, блеск для губ. Я купила сегодня в магазине L'Etoile. Мне сказали, что это тинт. Но я попробовала его нанести на губы. И он практически не дает никакого цвета. Поэтому я буду просто им пользоваться, как блеском для губ. Он такой приятненький, увлажняющий. Сейчас нанесу на губки. А вы, мои дорогие зрители, расслабляйтесь. И мы начинаем перемывать косточки звездам. Итак, на обложке журнала «Тайны звезд» мы видим. Шепелева, Жанна Фриске, Шепелева-ребенка. Собчак, которая берет интервью с губинского маньяка. Ужасный, ужасный, ужасный просто человек. Так, здесь Людмила Курченко. Прохор Шаляпин. Господи, я не знаю ни одной его песни, если честно. Один только лишь дурной пиар. Валентина Легкостопова и Николай Цискорица. Некоторые герои повторяются. Вот такое ощущение, что этому журналу больше некому написать. Ну что ж, давайте посмотрим, что мы здесь видим в этом выпуске. Так, опять про Валентину Легкостопову. В ее смерти виноваты собой и целый букет болезней. Валентина Легкостопова прожила в браке с Юрием Фирсовым всего 40 дней. Почти все это время пила. И вот сидят какие-то эксперты. Эксперты. Кто их назначил экспертами, интересно? И обсуждают, кто пил, кто не пил, кто кого пил. Короче говоря, опустим эту тему. Перейдем к следующему. Анна Щербакова, Анастасия Мишина, Александр Галямов, Виктория Синицына, Никита Кацалапов. Они завоевали три золота для нашей страны. Молодцы. Молодцы все. Красавчики просто. Это очень сложный спорт. Фигурное катание. Во-первых, это очень тяжело. Во-вторых, это очень холодно. И в-третьих, ну это просто нужно посвятить всю свою жизнь этому спорту. И то не факт, что ты добьешься каких-то успехов спортсменам. Я очень уважаю спортсменов. Особенно, которые занимаются серьезным, большим спортом. Молодцы, ребята. Я, к сожалению, в последнее время не смотрю, не слежу за достижениями наших спортсменов. Но мне приятно читать такие хорошие слова про них. Так, едем. Едем дальше. Так, у Дмитрия Шепелева появилась другая жена и родился новый ребенок. Екатерина Тулупова подарила свезде еще одного мальчика. Очень многие люди осуждают Дмитрия. А семья Жанны так и вовсе так и вовсе и нет его в ее смерти, что он забрал их дочь. Он забыл Жанну в риске как страшный сон и теперь ликует от счастья. Но с одной стороны когда мы все здоровы, когда мы успешны, красивы, популярны. Одно лишь только счастье любить таких, да? А вот именно болезнь она проверяет, проверяет, кто тебе друг, а кто тебе никто. но я не думаю, что Дмитрий поступил как-то подло или как-то неблагородно. Он тоже имеет право на жизнь. И я думаю, что Жанна она бы тоже хотела, чтобы Дмитрий построил свое счастье, а не увядал, а не увядал в печали. Вот. Мы читать не будем весь текст, который здесь написан, да и вообще читать не будем. просто поговорим об этой красивой паре. Та пара была очень красивая. Жанна была очень яркой. Она была такой девочкой умницей. Но мне почему-то всегда казалось при ее жизни, что она, когда она была популярна, мне казалось, что она очень уставшая. вот она очень устала. И возможно из-за этого она и заболела. Я прям вот чувствовала это, что она кому-то долго дает, кому-то должна, как будто бы, да. Возможно ей она боялась, возможно она боялась разочаровать своего отца. Возможно она поставила себе установку, что она должна быть лучшей. Лучшей во всем. Вот. Даже если ей этого не хотелось. Хотела взять, хотела взять все вершины, которые только были. К сожалению, она ушла. К сожалению, она заболела. страшной болезнью. Никакие деньги мира, видите, никакие деньги мира. Не смысле же оно просто как в сказке о заколдованной принцессе. Просто болезнь, да, безобразила ее и унесла. А Дмитрий тем временем построил все-таки новые отношения. Я не знаю, может быть, кто-то считает, что он неправ. я, например, просто считаю, что не стоит сейчас вот на показ выставлять свое счастье. Просто надо тихонечко это счастье хранить, если он его нашел, чтобы не накликать на себя биту. Потому что вокруг очень злые люди. Очень. Мальчик Платон такой милашка, такой симпатяшка, он очень симпатичный. Дай бог, чтобы он был счастливым. Вот. Ну что, поехали дальше. Так. О-о-о! Кто-то говорит, что нельзя обсуждать Владимира Путина. Вообще-то нельзя про него ничего говорить. Я на всякий случай положил Владимир Путин. Я на всякий случай положил на тумбочку, когда спать ложился кратусник. И что? И что? Колоть или не колоть, этот вопрос сегодня актуален для всех людей планеты 68-летний Владимир Путин ответил утвердительно и вакцинировался. А насколько я знаю, что он вроде бы отказался от прививки. Я слышала по телевизору, как он говорил, что у него есть противопоказания. Вот. Вакцинировался и вакцинировался. Я как медик за то, чтобы люди пожилого возраста то все-таки вакцинировались. Потому что очень тяжело они болеют. Очень. Казалось бы, болезнь начинается как обычная простуда. Но многие пенсионеры оказываются под искусственной вентиляцией легких. Поэтому лучше сделайте прививку своим родителям, папам, мамам. Сергей Безруков. Сергей Безруков. Не знаю почему, но вот это вот мне тоже не очень нравится. Опять же здесь его жена бывшая жена Ирина красавица. Просто в свое время она была наверное самой первой красавицей российского телевидения. Та же самая история. Жена старая надоела, захотелась новая. И у них по-моему уже был ребенок, или я ошибаюсь. который погиб. И после потери ребенка он все-таки ушел к другой и народил других деток. Ну ведь написано, что он поступил даже благородно, оставив ей большую квартиру. Ну хоть за это спасибо. Но я слышала, что Ирина не в обиде на него. Ну ушел и ушел. Пусть идет. Дальше. Если снова женюсь назад, дороги не будет. так, 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 так. Алексей Чадов. Алексей Чадов, вот как его зовут, я забыла. Алексей Чадов тоже что-то женится, переженится. Детковский 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 Они были, кстати, очень красивой парой. Я даже не знала, что они были женаты. Оказывается, они уже успели развестись. Лизан Галимова с сыном Федором пришел покататься на лошадях. А это его что-то нынешняя жена, что-ли получила. Поцеловав Евгения Раева, Агния лишилась семьи. То есть это фотка, короче говоря, их развела. Нельзя целоваться с другими мальчиками. В ноябре поклонники вычислили любимую актера по этой ножке. Как это можно сделать? По ножке можно вычислить даже, оказывается. Кто-то сидел и вычислял. О, новый проект Ольга Бузова и Давиду Многие они уже не вместе. Помню, недавно Ольге был день рождения, в инстаграме я на нее подписана. И Давид осыпал ее подарками, цветами. Она четко открывала подарки. А он все это комментировал. Вот. Вот оказывается, он был чудовищем, видите. дава чудовище дрожж любил меня, оскорблял, плевал в лицо. Кошмар какой-то. Ну, Ольга, конечно, молодец. Она намного круче какой-то Давы. Я, например, вообще не знала, кто это. Как она вообще умудрилась. Если у нее были такие в последнее время, у нее были такие женихи, такие парни крутые, как она вообще умудрилась закрутить с этим блогером вообще. И какой он блогер, я вообще не знаю, что он ведет, какой у него канал, насколько он популярен. Короче говоря, вообще не знаю его. Окошечко открыло. Окошечко открыло, а то темно. Короче говоря, я нашла шея, с которым не изменяли. Зачем было искать. Послала и послала. Молодец. Мне нравится, как Ольга быстро и четко расставляет приоритеты. Давай, до свидания. И все. Молодец. Уважаю. Это трэш. Ребята, ну это трэш. Это даже вообще даже кисточкой тут даже кисточкой гладить не хочу. Это просто пипец. Я в шоке. У меня нет слов. Почему-то все ополчились на Ксению Собчак после ее вот этого ролика, где она брала интервью у скопинского маньяка. Я этот ролик, это видео просмотрела от и до. Там был единственный момент, который мне не понравился, который я считаю, что Ксения должна была вырезать или хотя бы проконтролировать, чтобы этот момент вырезали. Это когда кто-то за углом, когда он вышел в туалет, какой-то ее помощник спросил в некультурной форме у этого урода. Был ли у них оральный секс с девочками? И ну, некультурно вот так, как я вам сказала, а бестактно спросил, и он бестактно ответил. И зачем это было вставлять в видео? Это было, вот знаете, это было лишнее. Это было лишнее. короче говоря, я, наверное, неделю была в шоке, когда я увидела это видео. В общем, я неделю была в шоке после этого видео, после некоторых передач на федеральных каналах. Короче, из этого вот этого товарища сделали звисту, представляете, сделали из него звисту. я не знаю, как его можно называть. Это животное просто это чудовище поймало и держало у себя в подвале под гаражом двух несовершеннолетних девочек. Они были еще детьми, когда он их туда заточил. Представляете, сколько они там прожили? Четыре года, по-моему, они прожили в этом подвале, не видя белого света. Вы, если кто-то не знает, если кто-то не знает, то посмотрите в интернете очень много роликов про этого маньяка. Короче говоря, две девочки возвращались. Я читать тут ничего не буду, просто расскажу вам вкратце. Короче говоря, две девочки возвращались с дискотеки из одного города в свой маленький поселок или городок, не помню уже. Одной было 14, другой было 17 лет. Остановилась машина, предложила их довезти до их города, куда они ехали. Они согласились. Девочки делают огромнейшую глупость. Кто-то в машине, кто ехал с этим маньяком, предлагает им за компанию выпить вина. Они выпивают вина, это оказывается крепкое что-то. Они просят сразу же запить, им дают воду, в которой добавим глафелин. Девочки просто вырубаются и их везут уже не туда, куда договаривались, а вот к этому уроду. В его подвал, который он специально преднамеренно вырыл, сделал в виде бункера, закопал его под гаражом, что даже его родная мать, с которой он жил в одном доме, даже не знала, что под гаражом есть такой бункер, в котором живут живые люди. Вы представляете, насколько он ужасен. Я просто в шоке, я просто это страшно, просто вокруг нас могут быть такие люди непредсказуемые, с такими масками на лице. И короче говоря, он продержал этих девчонок 4 года в этом бункере, насиловал их. Одна из них, та, которая постарше родила от него двое детей, вы представляете? И третьим она была беременна, когда их уже нашли. Это просто было чудо. А если бы их не нашли, а если бы Кате, вот этой младшей девочке, не удалось передать записку, а если бы эту записку просто выкинули, а если бы их не нашли, представляете, вот что бы было с ними, он дал бы им опять попить воды, отравил бы их и закопал бы их в саду под яблонькой, он и обещал. Это ужас, это ужас. Ну а Собчак, конечно, поймала хайп. Она знает, на чем пропиариться, раскрутиться, хотя у нее и так много популярности. И она решила, почему, почему нет. Если первый канал, второй канал, федеральный показывает про скобинского маньяка, почему бы ей не снять свое видео на своем канале и не заработать бешеные рейтинги. И короче говоря, вот этот вот этот человек, вот это животное скорее, он еще стал свистой, теперь у него под домом, представляете, дежурят папарацци, чтобы взять у него интервью. Ему платят деньги за интервью. Ксения Собчак заплатила ему большие деньги за это видео. Это просто кошмар. Представляете, вот это скотение еще деньги дали, чего он не стал бы ничего говорить. Представляете, вообще ужас какой-то. Теперь по поводу девочек. Очень жалко мне, больше всего жалко, больше всего жалко Лену, Лена Самохина, которая рожала от этого подонка детей. Представляете, она рожала от него детей, которых он относил, которых он относил и подкидывал людям под дверью. Представляете, он этих детей просто подкидывал. Слава Богу, что он их еще не убивал. Это просто страшно. Я не знаю вообще как жить после этого. Где брать силу после этого. Катю спас сам Господь Бог. Когда она была поймана этим маньяком, у нее еще не начался менструальный цикл. Ей было всего 14 лет. И от стресса, который она перенесла, он у нее так и не начался. И все вот эти 3,5 года он у нее не начался. Слава Богу, что она просто не могла еще беременеть. Это ее спасло, наверное. Иначе просто можно сойти с ума. Представляете, два раза быть беременной, просыпаться и твоего ребенка нет. Я не знаю вообще, как не сойти с ума в таких условиях, как не сойти с ума. Я не знаю. В общем, в этой статье про Собчак я говорить особо ничего не хочу. Она ничем меня не удивила абсолютно. Я думаю, вас тоже. Катя Мартынова молодец. Она излечилась от этого стресса. Она научилась говорить об этом. Мало того, она даже написала книгу. И я уверена, что книга эта будет продаваться на ура. Катя хорошо сработает на своей беде. И я считаю, что это правильно. А Лена нуждается еще в психологической помощи. Видимо, с Катей хорошо поработали психологи, а с Леной нет. Ей досталось в четырежды, наверное, или в восемь раз больше, чем Кате. Вот. она надломлена очень сильно. И я даже не знаю, как она выкарабкается из этого. Тут нужна помощь людям. Нужно подключить помощь. Я считаю, что ей нужно помочь просто. Вот. А также я видела передачу, в которой представитель закона говорил, что его можно посадить повторно. Потому что 17 лет, которые он отсидел, это очень мало. Которые он отсидел, это очень мало. Потому что он насделывал девочек больше тысячи раз. Вот. И можно подать повторную апелляцию и посадить его еще настолько же, как минимум. Это будет сенсация, если Жаляпин и Курченко породнятся. Господи. Такое алкашническое лицо. Единственное дорогое, что у него есть, наверное, вот эти виниры. Вот. Это значит внучка получается уже Людмила Курченко. Людмила это просто звезда с большой буквы. Ее дочь Мария Королева оказывается тоже уже умерла. Я даже не знала. Людмила Курченко и дочка ее не выдержала популярности, известности матери. Но я считаю, что здесь просто какая-то детская обида и незрелость. Все же такой мамой, как Людмила Курченко можно было только гордиться. Хотя я не знаю, как какие у нее были отношения, как сама Людмила относилась к дочери. Но иногда бывает такое, что дети очень сильно ревнуют своих родителей к их работе и делают все время что-то на зло. Какие-то злые дети. Я не знаю, почему. У меня, например, такого не было никогда. У меня, наоборот, всегда было жалко своих родителей. Я их всегда жалела. Хотела сделать им что-то полезное, приятное, помочь всегда, а не слиться на то, что мои родители тоже все время работали. Просто у всех работа разная. Кто-то звезда телевидения и кино, а кто-то обычные учителя и медсестры. Ирина Безрукова ей уже исполняется 56 лет. Насколько она красива. Кстати, кто помнит, может быть, из моего поколения ребята, когда-то Ирина вела телевидение передачу про украшения. Она показывала разные украшения, колечки, сережки. и у нее был такой смэрный голос. Мне кажется, я в это время ходила еще в школу. Вот. И только из-за голоса иногда включала эту передачу и не релаксировала. Я тогда еще не знала смэр. И вот такой эффект смэр я получала от голоса Ирины. У нее был невероятно приятный спокойный голос. Мать Оржавина уничтожила мое здоровье, семью и дом. Алисе справедливо дали бонусу ее болезнь. Божья мара. Господи, что случилось? У женщины полностью провалился нос. Мне кажется, все женщины, которые связываются с Оржавиным, просто обрекают себя на какое-то проклятие. Господи, даже не хочу читать. Свину вроде бы такой нормальный мужик. Симпатичный даже. Ну, похож на какого-то ящера, правда, не знаю. Такого лицо дракона-ящера какой-то. Но постоянно все женщины от первой до последней, все несчастности. может быть, там действительно не он виноват, а его родители, которые вмешиваются в семейные отношения. Не знаю. Так, это что такое? Марген Штерн? Это грязь, ее надо чистить. Марген Штерн? Кто это вообще? О чем он поет? Что он вообще из себя представляет? Откуда он приехал? На каком поезде? Короче, я не знаю вообще, ребят. По приколу, конечно, можно послушать его песни и то, из-за того, что они звучат из каждой дыры. А так, в принципе, в моей душе никакие чувства его песни не вызывают. Вы меня уж простите, ребят. Я не то, чтобы не современная. Нет, я люблю современную музыку. Я не такая уж старая, знаете. Просто есть нормальная музыка, есть тупая. Можете отписываться от меня до тупая, до тупые песни, и вы это поймете через пару лет. Как будете удивляться, как вы вообще это слушали. Даже интеллекта никакого на лице абсолютно нет. Едем дальше. и ускоряемся. Почему она упустила свой последний шанс стать мамой? Кто это? Я не знаю. Гей Олег Яковлев ничего не оставил жене Александре Куцовой. Гей Олег Яковлев. Гей Олег Яковлев это что такое фамилия? Или он действительно кей? Олег Яковлев его бывшая сожительница попала в психушку. Господи, они там что-то все с ума сошли. Так, ребята, соседи собираются на вечерний сейшн, поэтому я ускоряюсь, перелистываю неинтересные странички, которые мне неинтересны. Сейчас посмотрим, что нам можно тут пообсуждать еще. Если вам не нравятся друзья ребенка, что делать? О, да это интересно. У моего ребенка всегда были нормальные друзья. Не так уж много их с возрастом. Кстати, у Ташки как-то все меньше и меньше остается друзей. Во-первых, тут был карантин, как-то все по норам сидят, все по домам. Вот. Не так уж они общаются, как раньше, в начальных классах или в средней школе. Чем старше, тем больше одиночества у нее как-то вот. Я смотрю, и особо она не парится и не скучает. Наверное, она вся в меня одиночка по жизни. Кратце прочитаю. Кратце прочитаю. Не сообщайте ребенку о своей нелюбви к его друзьям. Не запрещайте ничего, не добьетесь. Думайте на перспективу, проанализируйте, что именно не нравится в приятеле. Дайте право на ошибку. дайте право. Сделайте еще с какими-то наркоманами. Общайтесь сами с друзьями своих детей. Вот это да. Меня почему-то Дашкины друзья всегда любили. И мне было так интересно с ними общаться. Вот. И как-то вот легко. Со стороны Даши я видела, что ее это немножко напрягает. Ой, про огород это вообще не мое. Так, здесь у нас что? Рецептики, рецептики, рецептики. Крутые закусочки. Яичный рулетик с рыбкой, салат с корейской морковкой, мясо в тесте, луковые корзиночки. Ой, все, сейчас слюнки потекут. Скорее перелистываю. Так, кто помнит этот фильм, обожаю его. Афоня. Афоня. Все, одно слово отгадали, как обычно по традиции. Жить по фэншую. Что это такое? Для этого надо не работать, чтобы у тебя все было по фэншую. Во второй операции на груди виновата сама. Анна Елькевич, что она опять натворила. Как мне нравятся ее девчонки. У нее две девочки. Какие они классные. Ее муж, кстати, я не знаю, живет она с мужем. Я что-то слышала, что вроде бы они расстались, но как пара они мне очень нравились. Их семья вообще мне очень нравилась. И две девочки у нее такие милашки. Частенько мне выплывали фотографии, где они прикалываются. Такие все они веселенькие, такие они все счастливые. И девчонки просто суперские у нее. Такие смешные малышки, похожие на Аню. Такие же глазки, такие же губки. наряды звезд, ребята. Ой. Наряды звезд, ребята. Ну, вот это вот мы любим пообсуждать, да. Так, королевская вышивка. Кстати, в молодости когда у меня была такая химия так-так-так-так-так пружинками вот была чем-то похожа на господи забыла на Николь Китман когда она тоже была такая рыжая кудряшка Сью. Вот. Платье с открытой спиной. Хрен его знает, вдруг там прыщик на спине. Надо иметь идеальную спину. Вообще открытые платья требуют идеального тела. Так, вот это вот что такое? Ну, в общем, бешеных денег стоят все эти платья, наверное, но ничего такого особенного супер бомбического я супер бупер бомбического я не вижу в этих платьях. Платье как платье. А стоят, наверное, миллионы каких-нибудь дизайнеров. Ой, Елена Ханка, как она мне нравилась. Потом она куда-то пропала. Она была телеведущей, вела передачу. про это. Что-то там про секс. А потом она еще вела с Юлией Меньшовой в твоем передачу. В общем, очень, 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 очень приятная девушка. Очень интересный человек. Всегда культурно умела разговаривать, развить любую тему. Очень она мне нравилась. И она была такая еще спокойная, всегда уравновешенная. Она была как миротворцем. Любую конфликтную ситуацию она могла вывести в юмор, успокоить кого угодно, найти правильные слова. В общем, очень она классная. Сейчас, мне кажется, она просто живет для себя этапа большого пути. Родилась, кстати, 1 мая, смотрите, как интересно, 1962 года в Москве. В 1984 окончила факультет журналистики МГУ, а я еще только родилась, представляете. 1993 на телеканале НТВ делала спортивный репортаж. С 1997 по 2000 навела программу про это. Про это, про это, про то самое. 2000 по 2006 была заведущей ток-шоу Принцип Домино. Вот, вот, Принцип Домино называлась передача. С 2011 по 2014 вела передачу с пультом по жизни. Вот это я уже не смотрела. С 2019 по 2020 вела ток-шоу Своя правда на канале ЕТВ. Это я тоже не знала. Я думала, она уже отдыхать на отдых ушла. Замужем есть дочка. Ну и хорошо. Хорошо, что у Елены все хорошо. Гороскоп с 12 апреля по 18 апреля. Надеюсь, это видео выйдет, успеет выйти в эти даты. Вот, 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 Я не знаю, кто вы по гороскопу, напишите в комментариях, а я, я телец, про себя прочитаю. Прежде чем принять важное решение, оцените все детали, иначе ошибки придется долго исправлять. Полный вред набор слов, каких плотнитесь. Кто-нибудь когда-нибудь задумывался, сколько все-таки литров пива задержит, фраза может по бутылочке. Женская поговорка, смотря какая компания, кстати. Женская поговорка, богатые мужчины старыми не бывают. Возможно, возможно, но я не пробовала. У меня старых не было. Безвольный человек плывет по течению, волевой против течения, и только человек собирающий плывет туда, куда ему реально надо. Самый страшный сон рыбака, ему снится, что он умер, и жена продает снасти по той сне, которую он ей называл. Вообще не смешно. В нашем доме появился замечательный сосед интернет, себе поставил на вай-фай пароля нет. Вот замечательно такого соседа. А то вчера мы с Дашей делали стрим, и у нас прямо во время стрима закончился интернет. Вот, и пришлось доделывать, заканчивать стрим с мобильного интернетом. Ну что, друзья мои, видео получилось как обычно длинным, как обычно с близким шепотом, как вы любите. Надеюсь, лишние звуки вам не мешали. А я вам желаю всем, а я вам желаю всем спокойной ночи, сладеньких снов. Надеюсь, вы уже сладко спите и забейте своими носиками. Видите десятый сон. А кто еще не спит, тот, пожалуйста, подписывайся. И ставьте лайки, 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 лайки. Этому видео мне будет очень приятно. Я буду знать, что вы хотите продолжение. Еще, еще, еще. Я целую. всем пока.